Добрый день дорогие друзья! Сегодня я решила показать вам свой сад именно так, как я сама люблю его рассматривать. Для меня очень важна каждая мельчайшая деталь. Я люблю смотреть не просто на растения, а рассматривать каждый миллиметр, наслаждаться каждой волосиночкой и смотреть, как переливаются капельки росы на иголочках, в данном случае пенисетума хамала. Какая-то сказка, друзья! А так смотрится соцветие прососкво. Даже аспарагус выглядит очень миленько и необычно в таком формате съемки. А вы посмотрите, какие интересные и забавные капельки на его листве. Самые яркие, нежные и одновременно притягивающие взгляд листочки клёна Orange Dream. А так он смотрится в обычной съемке. Согласитесь, очень большая разница. Проломник. Тоже в таком варианте смотрится просто превосходно. А в обычной его можно, кстати, даже не заметить. Милашка колокольчик Artox White. Выглядит, как инопланетянин. Выделяется своим роскошным внешним видом. Хотя у него интересные не только цветы, но и привлекательная листва. Когда ее рассматриваешь поближе, можно просмотреть каждую заусенницу, каждую полосочку. А это гортензия. Яркая, милашечка, с нежным нежным крапом. Друзья, а насколько красив клен пальмолистный Atropurpureum? Каждый листочек держит на себе капельки росы. Как же это забавно смотрится. Само внешность и ядро красок, как переливается на солнышке, можно читать на лепестках розы Gloria Day. Осенняя роза, по-моему, самая нежная, самая красивая. Каждая красавица выделяет свой лепесточек, посыпанный нежными-нежными капельками росы. Как же это все изящно смотрится. Мне очень нравится. Я очень люблю просматривать цветы именно в таком формате, друзья. Согласитесь, в обычной съемке нельзя увидеть всю красоту растений. А вы только смотрите цветочки этого замечательного, осеннецветущего деревца. Насколько они яркие, насколько они красивые. Это, друзья, лиспедица биколор, либо двухцветная. А когда смотришь на деревца, просто в обычной съемке. Да, цветочки тоже выделяются, но не настолько эффектно смотрятся, как когда их рассматриваешь вблизи. А рядышком красуются на солнышке милые фонарики крокуса осеннецветущего. Сорт Кассиопея. Шикарные малыши с очень яркими оранжевыми вкраплениями. Просто эти язычки горят действительно огненным пламенем. Эрзотические. Нет листочков, зато есть шикарные и очень впечатляющие цветочки. Самыми изящными изумрудами усыпаны цветочки безвременника. Это махровый сорт Альбоплениум, который цветет очень продолжительно и радует своими яркими, нежными и очень милыми соцветиями. Разве можно не влюбиться в это растение? Тоже цветение идет без листочков. А только нежные розочки-цветочки. Красивым пятнышком в саду уже радует и морозник. В такой съемке можно рассматривать каждый миллиметр этого растения, смотреться в его цветочки, рассмотреть каждый лепесточек. Осенний сад поражает своей яркостью, своей нежностью, своей красотой. Насколько глубокий цвет может быть в растении, насколько притягивающий взгляд. Это, друзья, синюха. Тоже цветет в данный момент и радует своими яркими и очень эффектными цветочками, которые притягивают к себе насекомых. На улице холодно, но пчелки все равно прилетают испытать вкус нектара. А как вам, друзья, яркая осеннецветущая анимона Раиден Шарлотт? Какие красивые у нее тычинки, яркие, насыщенные лепесточки. В ней есть все. Вся красота осенней природы. А это Тритиртис. Тайванский или по-другому его называют Формозский. Тоже эффектный красавчик, который радует своим присутствием в саду вплоть до первых заморозков. Еще один осенний цветущий трокус. Бессолнышко не хочет раскрывать свои цветочки. Сидит у меня он в полутени. Ждет, когда на него посветит солнце, чтобы распустить свои яркие и очень крупные цветы. Еще один осеннецветущий трокус. Дрим Дансер. Красивый и эффектный, но кто-то им полакомился, друзья. Картинка сада красива в любое время, в любую пору года. Я считаю, нужно просто правильно смотреть и правильно рассматривать свои растения в саду, искать именно то, что нравится вам, к чему лежит душа, сердце, чтобы наслаждаться сегодняшним днем. Я очень люблю рассматривать действительно очень близко под микроскопом, но мне это очень нравится. Сколько эмоций можно испытать, рассматривая в таком формате растение? Это горноколосник Иванбери. Очень милый, красивый и миниатюрный. Еще одна миниатюрная красота воронихия подушковидная. В обычной съемке это растение можно просто и не заметить, пройти мимо и не насладиться цветением этой маленькой нежной крошки. Так вот смотрится на общем плане. Осенние конкурсы очень любят солнышко. При малейших лучах солнца они раскрываются, чтобы показать всю свою красоту и нежность. Насколько они красивы и великолепны. А трефолиум рубинс конюшинный клевер красный и клевер красноватый. Тоже очень красив, очень эффектен. Нежный. Дорогие друзья, в сегодняшнем обзоре я вам показала сразу два формата съемки. обычная съемка, при которой не настолько видны детали. И съемка в приближенном варианте, где действительно можно наслаждаться изюминкой растения каждым миллиметром, каждым сантиметром, где можно рассмотреть все вплоть до мелочей. Как вам такой вариант, такой формат? Если вам понравится, могу показывать многие растения в таком нежном и детальном формате. Буду ждать ваших комментариев, ведь от этого, конечно, зависит, какой формат вам больше по душе. Сегодня, друзья, буду с вами прощаться. Покажу еще несколько растений, цветения которых действительно лучше рассматривать в приближенном варианте. Давайте насладимся вместе красотой осеннего сада, порадуемся теплу, солнышку, напитаемся позитивной энергией перед холодными зимними вечерами. Если есть какие-то вопросы, пишите, комментируйте, задавайте. Всегда рада и отвечаю по возможности на каждый комментарий. А сегодня буду прощаться. До новых встреч на моем канале. Мира, добра и хорошего вам настроения. Будьте позитивны, радуйте себя всеми волшебными моментами в этой жизни. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры